Доброе утро! Вы смотрите новость агентства Хабар. В студии работает Вера Негрей. В Казахстане за последние 15 лет уровень материнской смертности снизился в три раза, а вот по уровню распространения ВИЧ-инфекции наша страна занимает первую позицию. Эти цифры озвучили на заседании Национальной комиссии по делам женщины и семейной демографической политики под председательством госсекретаря Гульшары Абдекаликовой. На встрече говорили об общенациональном плане по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей. Разработана специальная карта социальных проблем. По ней будут отслеживать ситуацию с материнской и младенческой смертностью, количество ВИЧ-инфицированных и людей с инвалидностью. Госсекретарь отметила, что для женщин-инвалидов необходимо обеспечить доступность медицинских и социальных услуг. Только в прошлом году свыше 82 женщин прошли скрининговое обследование, из них 450 женщин-инвалиды. Также, кроме этого, узкими специалистами проводятся соответствующие консультирования и другие работы для женщин-инвалидов именно на дому. При необходимости они проходят обучение в центрах занятости и получают необходимую квалификацию, которая востребована в данном регионе. Действительно, очень важно, когда на ребенка, на детей, на подростков смотрят не только с точки зрения здравоохранения или образования, или социальной защиты, а как бы со всех возможных направлений. Я уверен, что те наработки, которые уже есть в Республике Казахстан, должны быть известны другим странам региона. В турецкой провинции Хатай обсудили пять казахстанских институциональных реформ. На эту тему здесь прошла научно-практическая конференция. В заседании принимали участие представители местной интеллигенции и турецкая молодежь. Участникам встречи рассказали о национальном плане, который определяет развитие Казахстана. Они, в свою очередь, поделились мнением о значимости реформ. Подробности у Морал Аманжоловой. Конференция, посвященная пяти институциональным реформам Казахстана, проходила в одном из ведущих университетов провинции Хатай. В ее работе принимали участие депутаты Великого национального собрания Турции, известные политики, профессора и студенты. Вниманию участников был представлен доклад о политико-экономическом потенциале Казахстана и стратегии развития страны. Программа «Пять институциональных реформ» очень содержательная. Самое главное, она отвечает современным требованиям и охватывает политическую, экономическую и социальные аспекты развития. Я хочу отметить те пункты, которые предусматривают формирование системы беспрерывного обучения государственных служащих. Я поддерживаю такую инициативу. Госслужащие – это люди, которые непосредственно работают с населением. Поэтому очень важно постоянно повышать их квалификацию. Реализация национального плана поможет Казахстану выйти на новый этап развития, говорят специалисты. Кроме того, в рамках мероприятия была организована фотовыставка, посвященная казахско-турецким отношениям. На ней были представлены фотографии встреч глав двух государств «Живописная природа Казахстана» и книги Нурсултана Назарбаева, переведенные на турецкий язык. Отмечу, что заинтересованные казахстанской программой турецкие ученые считают, что Истамбул должен обратить на нее внимание и взять на вооружение. Морала Манджолова, Ержан Жунис, Седат Денли, Турция. 59 чиновников из Мангастауской области узнали, как эффективно и грамотно привлекать инвестиции, реализовывать инновационные проекты и решать те или иные социальные проблемы. Два года они обучались в Международной академии бизнеса и сейчас защищают магистрскую диссертацию. Среди студентов учебного заведения оказались заместители главы региона, акимы сельских округов, а также начальники различных управлений и ведомств. Госслужащие обучались по программе, которая напрямую связана с экономикой области. Там красные линии прослеживаются, что любое из этих мероприятий, оно требует от государственных служащих от всех уровней власти знаний, квалификаций и управленческих навыков и решений. Поэтому возьмите любой пункт из нашего объявленного плана главы государства, каждый из них требует от нас особого уровня квалификации. И поэтому я считаю, что вот это обучение, мы как никогда вовремя к этому пришли. Неполадки с электроснабжением вынудили власти Бельгии закрыть воздушное пространство страны. Отменено свыше 140 рейсов. Полностью закрыты аэропорты Брюсселя, Лежа и Шар-Леруа. Самолеты перенаправлены в Париж, Амстердам и Люксембург. Красный Крест выделил 200 коек для застрявших в Брюссельском аэропорту туристов. К этому часу работа диспетчерской службы частично восстановлена. Сбой питания электросетей произошел утром, но вначале мы еще принимали несколько рейсов. Все они ждут вылета. Такая крупная поломка случилась у нас впервые. Обычно должен был подключиться аварийный генератор, но он, к сожалению, также не работает. Сейчас расследуем причины. Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны стала причиной эвакуации нескольких тысяч жителей Кельна. Городские власти приняли такое решение после того, как бомбу обнаружили во время работ по прокладке подземных коммуникаций. На обезвреживание снаряда ушло несколько дней. Специалисты уже были готовы совершить контролируемый взрыв. Избежать этого удалось в последний момент, когда саперы доложили о завершении операции. К сведению, во время Второй мировой на Германию было сброшено свыше двух миллионов бомб. Почти пятая часть из них не разорвалась и может представлять собой потенциальную опасность сегодня. Некоторые снаряды все еще могут находиться под улицами современных городов. Саудовская Аравия отправила гуманитарную помощь в Йемен. 36 грузовиков с продуктами, средствами гигиены и медицинским оборудованием. Это первый конвой груза из нескольких запланированных. Кроме того, ранее саудовский монарх заявил о выделении 274 миллионов долларов для оказания экстренной помощи йеменцам. 36 больших грузовиков содержат более чем 350 тонн продуктов. Это лекарства и продовольствия, то есть все самое необходимое для наших братьев в Йемене. Наш центр сотрудничает с ООН и местными неправительственными организациями, которые могут доставить груз в те или иные пункты в Йемене. Йемен на грани гуманитарной катастрофы. Здесь наблюдается дефицит питьевой воды и заканчивается топливо. В стране продолжается вооруженное противостояние между повстанцами, хауситами и правительственными силами. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит по позициям боевиков авиаудары. Однако зачастую жертвами бомбардировок с воздуха становятся мирные жители. Только накануне от авиаобстрелов в Саане погибли 80 человек. В Шардаринском водохранилище обнаружили 10 тысяч километров рыболовных сетей. Браконьерское снаряжение нашли сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства. Многие сети были оставлены в воде несколько лет назад и уже начали разлагаться. А водой из этого источника пользуются сотни жителей района. Чистить реки и озера от мусора работники ведомства решили в рамках республиканской акции. Оказалось, что в Шардару выкидывают не только сети. Черные рыболовы, избавляясь от улик, скидывают туда электроудочки и резиновые лодки. В этом году уже заведено 120 материалов о браконьерстве. Шесть из них – уголовные дела. Эти сети будут доставлены на береговую часть и будут утилизированы, уничтожены путем сжигания. Собираются мусор по береговой части, брошенные баклажки, полиэтиленовые пакеты, и дальше, которые принесены ветром, водой, мусор полностью. Береговая часть очищается. Казахстанские художники на крупнейшей выставке искусств в Лондоне – это первое участие нашей страны в «Арт-15», проходящей в рамках международной лондонской ярмарки современного искусства. Кто продвигает отечественных мастеров за рубежом и пользуется ли спросом на Западе казахстанский арт, выясняли наши корреспонденты. Выставка «Арт» проходит в Лондоне в третий раз. В этом году в крупнейшем выставочном комплексе «Кенсингтон Олимпия». 150 стендов и галереев со всего мира представляют современное искусство 40 стран. Среди них и Казахстан. Надо сказать, что мы практически единственные, кто представляет постсоветское пространство. Я был очень удивлен, когда узнал, что казахстанское искусство пользуется большим спросом на Западе, чем в самом Казахстане. Сначала мы представляли его как центрально-азиатское, но в последнее время все больше искусствоведов и коллекционеров понимает разницу и выделяет именно казахстанские работы в красочной палитре других стран региона. Я надеюсь, в этом и наша заслуга. Профессиональная пианистка и художник Шопан Шербакова родом из Актобе. Много лет живет в Англии. На «Арт-15» она представляет абстракцию «Намады». Эта работа, как и остальные, представленная на нашем стенде, прибыла в Лондон из Италии с фенецианской бионали. Она характеризует, скорее всего, наш уклад казахов. Это, скорее всего, дань к нашим корням, к моим корням, вообще к нашему народу, то, что мы кочевой народ. Параллели еще с нашей жизнью, потому что я сколько много изучал казахов в своей жизни за рубежом, которые живут, и они кочуют просто. По словам куратора экспозиции Индиры Дюсибаевой, искусство – это выгодный бизнес. Желающих вложить деньги правильно и красиво с каждым годом становится все больше. Оборот мирового арт-рынка составляет 25 миллиардов долларов, уступая подоходности только торговле оружием и бриллиантами. И при правильном подходе у Казахстана есть хорошие шансы освоить и рынок вечности, уверен и искусствовед. Испанская Севилья вновь стала обладателем Кубка Лиги Европы. В финале второго по значимости клубного турнира Старого Света испанские футболисты со счетом 3-2 одолели украинский Днепр. Счет в решающей встрече, которая прошла в Варшаве, открыли именно игроки Днепра уже на седьмой минуте, отличился Николай Калинич. Севилья сумела восстановить равновесие на 28-й минуте усиления Гжагажа Крыховика, а уже через три минуты испанцев выбил вперед Карлос Бакка. Но победитель определился лишь во втором тайме. Кубок своей команде принес Бакка на 73-й минуте. Таким образом, трофей остался у Севильи. Напомню, команда и в прошлом году была победителем Лиги Европы. Всего же на счету испанской команды четыре подобных кубка. К данному часу это все новости. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин